Дорогие братья и сестры, предваряя подготовителей недели Великого Поста, Святая Церковь предложила нам удивительное евангельское чтение о прощении грешников. О том, что сказал сам Спаситель, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Кто это погибшие? Это те грешники, это все те, кто в церковь не ходит, Богу не молится. Постов не соблюдает. Спасти погибших во грехах пришел спасти всех нас. И вот пока мы с вами в числе праведников, фарисеев, книжников или, может быть, исполнителей законов и заповедей, мы еще далеки от Евангелия. А вот когда мы смело и со смирением встанем в череду грешников, не по грехам, а по смирению и покаянию, и скажем вместе с ними, Господи, будь милостив ко мне грешному. Я хоть и христианин, хоть и христианка, но всякий раз все заповеди Твои нарушаю. Не соблюдаю ни одного устава, как следует, Господи. Помяни меня, когда Ты приидешь во Царствие Твоем. И таким образом мы становимся в череду тех, которые просят Господа о помиловании. Помилуй, помилуй меня, Боже, повелицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. А пока я праведный, пока все дела мои кажутся мне ровными, хорошими, добрыми, о чем мне, Господа, просить? А когда я чувствую, что я человек несовершенный, я человек грешный, а у меня есть только Бог, который может простить мои грехи, укрепить меня на моем жизненном пути, вот тогда я прибегаю к Нему, я тогда опускаюсь пред Ним на колени и прошу, Господи, будь милостив ко мне грешному. Вот сегодняшнее Евангелие о том, как Иисус Христос из Иерусалима ходил через город Ерихон. Этот город славился тем, что в нем жили священнослужители и начальники мытарей и мытари, то есть сборщики подачи. Это был достаточно богатый город, причем богат своими религиозными и национальными традициями. И вот через этот город Ерихон проходит Христос. Слава о том, что он идет через этот город, громом разнеслась по всем окрестностям. Собралось встретить Иисуса большое количество людей. Вышли и священники, и первосвященники, вышли и мытари, вышли и начальники мытарей, среди которых был и Закхей, так звали начальником мытарей, сборщиков податей. И вот когда он узнал, что мимо этого города проходит тот, который исцеляет людей, который помогает людям обрести смысл жизни, он решает пойти к нему навстречу. От всего сердца он решает обратиться ко Христу, даже еще его не зная. Он понимает, что живет он очень скверно, что живет он очень плохо, что он берет подати, а иногда берет даже больше ради своих корыстных целей. Он сокрушается о том, что его работа заставляет его брать чужое, то есть обворовывать людей, брать с них лишнее, что-то отдавать римским оккупантам, а что-то брать себе и на этом богатеть. И он понимает, что это неправильно. Душа его скорбит и ищет исправление. И вот зная, что идет тот, который может исправить его, он решает прийти к этой встрече и влезть на дерево. Закей, будучи мал ростом, взбирается на раскидистое дерево и хочет увидеть Иисуса, потому что он понимал, что из-за большого количества людей он даже не сможет увидеть этого чудотворца, слава о котором гремит уже, наверное, по всей вселенной. И вот когда он увидел Христа, приближающегося к этому дереву, на котором сидел Закей, Спаситель вдруг обращается к нему и говорит с ним, называя его по имени Закей, «Сойди с дерева, ибо сегодня мне надлежит быть у тебя в доме». Разве мог он ожидать такого чуда? Он хотел только увидеть, он хотел забраться чуть выше остальных, чтобы только посмотреть на Христа. И вдруг Спаситель говорит, что «Я приду к тебе в твой дом». Он, конечно же, быстро слазит с дерева, возвращается в свой дом, что-то приготовляет на стол, и Христос, как сказал, заходит. Больше того, Христу приготовили место в доме первосвященника, потому что знали, что Иисус должен быть принят первосвященниками, потомками Авраама. А он не пошел туда. Он пошел к грешному мытарю, в котором, как Господь, увидел проскаянное сердце и желание исправления. Он заходит в его дом, принимает трапезу, вокруг него садятся ученики, за дверью толпится толпа, которая тоже хотела бы посмотреть и послушать этого божественного учителя. «Но Закхей настолько переполнен радостью от события, что сам Христос вошел в его дом, вдруг восклицает, «Господи, все пол имения моего, я раздам нищим». Но этого ему показалось мало. И если кого, Господи, я обидел, когда... А я многих обижал, Господи. Многих брал лишнее, себе собирал на чужом, я раздам в четыре раза больше. И вот он сказал то, что потом исполнил. И Христос говорит, «И ныне спасение пришло в дом сей, потому что и он, сын Авраама, ибо сын человеческий, пришел взыскать и спасти погибших». Вот это удивительное евангельское чтение, которое сегодня было предложено в качестве подготовки к Великому посту, является утешением для всех нас, для всех нас, грешников, что Христос приходит в то сердце, которое открывается для Господа. Но для этого нужно немножко подняться над этой мирской суетой. И не просто увидеть Христа как чудотворца, а как Всесильного Бога, который может изменить каждого из нас к лучшему. Вот с таким сердцем, с таким чувством забрался на дерево Закхей. И нам с вами надлежит, дорогие братья и сестры, подняться, то есть забраться на это древо добродетелей посредством добрых дел, тем самым не возносясь, а только поднимаясь над своим греховным повреждением человеческой природы, чтобы быть способным приготовить свое сердце, как тот дом, куда войдет Христос. И Он сам говорит, «И я войду к Нему, и буду вечерить с Ним, и тот со мною». И мы с вами, наконец, должны посвятить все свое сердце Господу. Он так и сказал, «Чадо, сердце мне твое отдай». Вот если мы отдадим Господу сердце, тогда нас не нужно будет приглашать на воскресную службу. Тогда сердце наше позовет на воскресную литургию. Тогда душа наша вождет соединиться со Христом в Таинстве Божественной Евхаристии. Тогда, не причащаясь неделю или две, мы будем скучать по Христу. И нам захочется снова подняться над этой суетой и прийти туда, где Христос, где Сам Спаситель наполняет страждущие души истасковавшихся по спасению людей. Вот если так мы с вами начнем жить, то Христос обязательно войдет и в наш дом. И этот дом будет домом радости, как домом радости стал дом Закхея. Я хочу пожелать всем нам, дорогие, чтобы имя Иисуса Христа чаще произносилось в нашей жизни, чтобы на всякий день и на всякий час, благослови душа моя Господа, мы призывали имя нашего Спасителя, победившего смерть и даровавшего нам жизнь вечную. Мне хотелось бы пожелать всем нам, чтобы и в доме нашем, и среди родных, и близких наших, мы говорили об этих интересных, прочитанных вещах, о том, что услышали в церкви, о том, о чем думает наше сердце. Иногда, когда мы собираемся, мы думаем и говорим совершенно о другом, о чуждом, о неприятном, а иногда даже и о отталкивающем то, что слышим или то, о чем мы говорим. Давайте говорить от сердца. А сердце наше Бога ищет. В наших храмах Богу молятся. Поэтому у нас великое будущее, дорогие мои. Русь – последний оплот православия на земле. Ради этого оплота сражаются наши ребята. Ради того, чтобы приблизить победу, каждый из нас должен покаяться. И не просто сказать Господу «прости», а как Закхей, помните, что-то для этого сделать. Покайтесь и принесите достойные плоды покаяния. Он полумения раздал, а мы хоть чем-то постараемся помочь нуждающимся. Он, если кого обижал, решил отдать в четыре раза больше. А мы хотя бы, если кого обидели, постараемся примириться и больше не обижать. И не обижаться. Будем сохранять душевный мир. Будем сохранять радость веры. Вот даже солнышко после этих слов, вы слышите? Видите, стало светить ярче. Это значит Божье благословение. Бог сотворил небо и землю, солнце. И оно иногда, знаете, о делах Божьих возвещает твердь. Природа нам указывает, что нам нужно перемениться. Нужно всем сердцем полюбить Христа, полюбить Его Церковь, слушать Его слова через Божественное Евангелие, через исповедь, исправляться от своих падений и грехов и через то, совместно с теми мытарями и грешниками, которые Христос назвал, они первыми входят в спасение, а не те, которые кичатся своей праведностью и гордятся своими добрыми делами. Не будем никогда гордиться. Будем смиряться. Будем нести свой жизненный крестик. И да поможет нам Господь услышать Его призыв. Ибо Я, сказал Спаситель, пришел не праведников спасать, а грешников, таких как мы, призвать к покаянию. А если покаемся, если исправимся, если полюбим всем сердцем, всею душою и всем помышлением Христа Спасителя, родившегося в Вифлееме Иудейском, распятого за нас, и воскресшего в третий день по Писаниям, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, спасемся. С праздником, дорогие! Храни вас всех Христос и Пресвятая Богородица!